Всем доброго времени суток и это небольшой видеоролик посвященный ОВЦ. Я обещал что его запишу если во время гранд финалов случится что-то крутое. Поскольку вы это смотрите, то хоть и небольшая, но сенсация произошла. Сегодня мы вспомним каким был гранд финал и я немного порассуждаю на тему будущего ОВЦ. Сразу оговорюсь, я уже делал краткий обзор на ОВЦ этого года, где был краткий пересказ событий, которые произошли до гранд финалов. Ссылку я оставлю в описании. Или подсказка выше выскочит. Ну и не забываем ставить лайки и подписываться на канал с колокольчиком. Это очень сильно помогает продвигать контент. И конечно же, приятного вам просмотра. Я делал ставку на то, что гранд финал лузеров будет самым эпичным матчем на ОВЦ. Но либо Канада не готовилась, что маловероятно. Либо финальный маппул канадцам был просто не по зубам. А, ну и для тех, кто не знает. Сложность маппулов растет с каждой стадией. Ну и соответственно, на финальной стадии маппул был очень сложный. Германия по итогу со счетом 7-0 выигрывает канадцев. И тут комментировать, я думаю, нечего. Как я и предполагал, гранд финал был между Германией и США. Германия в прошлом матче с США в верхней сетке показала не лучший перформанс, проиграв со счетом 6-0. Ну и если бы гранд финал закончился с подобным счетом, то, наверное, этот финал был бы хуже, чем финал 2016 года и 2019. Но на мое удивление, команда показали настоящее шоу. Думбро миссию, но остается Дасси с ВТК. Дасси все-таки тоже быстро, то один ВТК остался, ВТК-двоксей, Сваги с комбой. Неужели сейчас еще Абагнитетово, Фанцелет писает. Сваги в оксе остаются, Дасси с миссией, Думбро миссией. Остался один ВТК. Для Германии пул был вполне играбелен. И Дастис на Капитане понимал, что пикать. В баны он сразу отправил второй Хидден. Это Лоуэр Хидден. И сложный шестой ноу-мод. Так как он понимал, что эти две карты фри-пойнты для США. Потому что у Германии, дай бог, один игрок закроет эту мапу с большим скором. В то время как США имеет стабильно двух и более. США же, как и принято делать доминирующей команде, забанило первый ноу-мод. Потому что там зачастую джампики, которые умеют играть почти все хай-тир игроки. Также они забанили еще и второй дабл тайм. Первая пикала Германия. Дастис на первый пик сразу взял первый хард-рок. На котором джампики, как и на первом ноу-моде, только в Хэре. Первая карта была прям ультрадинамичной. Преимущество, хоть и небольшое, было за США. Но вот когда дело шло к заключению карты, с ФК остался только Вайткэт и Ваксей. А что было дальше, смотрите собственно сами. Так, джамп-секция, стрим. И Сваги, Ваксей не теряют комбу. Еще одна джамп-секция. И продолжает у нас США доминировать. У Сваги аж 99.5 аккурасти. Дастис миссает. О, Сваги все-таки не додержал БТМС миссы. А Хэллоу Вачер продолжает держать, между прочим. Окинама держит. У нас комбэкшне вырисовывается для команды Германии. Вайткэт продолжает фокашить. Ваксей фокашит. Единственный ваксей остался у США с полный комбой. И Хэллоу Вачер Окинама держит. И сейчас уже Германия вырвется вперед по очкам. Но все будет решаться на последнем кайе. Да, это будет последний круг для Германии. Они имеют преимущество. И держит, держит у нас Хэллоу Вачер Окинама. Вайткэт единственный, кто остается с ФК. И ни в коем случае не нужно сейчас Германии миссать. Окинама миссит. Окинама миссит. Хэллоу Вачер миссит. Хэллоу Вачер остается с комбой. Там Коблэйс уже с 500 комбо. С Вайгой 400 комбо. Ваксей продолжает держать. Вайткэт миссит. Ваксей тоже миссает. Но Коблэйс с Вайгой остаются. Коблэйс с Вайгой сейчас смогут перевернуть на этой карте. Очередной раз. Хэллоу Вачер миссает. Но есть Дастис с комбой. Коблэйс миссает. Дастис остается с комбой. БТМС 200 комбо. Сваиги 600 комбо. Окинама 200 комбо. И пока что Дастис. Единственное, кто может сохранить последние поинты. Окинама миссает. Дастис 700 комбо. Сваиги продолжает ФК. БТМС 300 комбо. Дастис все-таки миссает. И Файл Вачер мисс Дастис несет. Ну и да, Германия этот пик в ожесточенной борьбе отдала США. И дальше пикали Штаты. Взяли они третий ноу-мод. Это альтернейт карта со сложными ноу-флоу паттернами. Где США уверенно обыгрывают Германию. А, ну я, Ваксин, миссает все-таки. На свою партию. Ну, Ваксин тут, конечно. Ну и настало время отыгрываться. И Германия пикает второй харддрок. Тоже джампики, но уже с маленькими кружками и в высоком BPM. Германия, благодаря Хэллоу Вачеру, обыгрывает США и забирает себе в копилку первый поинт. Суэгги, Суэгстер, с низкой аккуратности. Это Файер-Регион, Дуста-Из, трейд, еще один брейк. Это в Германии очень много. Комбо джампа для каждой команды. И, когда матчет финальная джамп-секция. Или, нет, это уже аутро. На четвертый пик США опять пикает сложную по флоу карту. Но на этот раз это не ноу-мод, а четвертый дабл-тайм. И в отличие от предыдущего третьего ноу-мода, где у Германии были хоть какие-то шансы. На этой карте США вообще шансов сопернику не оставили. Разгромив оппонента с преимуществом почти в миллион скоро. Пятый пик. Пик Германии. И угадаете ли вы, что это была за карта по структуре? Да, это снова джампики. Но уже в первом дабл-тайме. С большим Аэром и BPM. США на этой карте долго держали преимущество. Но немцы не сдавались. Под конец карты США остались без комбы. Ваксей оказался последним, кто дропнул ФК. В то время как Неокс за Германию остался единственным в мульте с ФК. Ну и плюс еще Вайткэт подтянулся. И тем самым смогли комбэчнуть немцы в этой ситуации. Слайги, Ваксей, Фейерейдж продолжают. Пишите, Слайги все-таки не ссайд. Остался Фейерейдж, Ваксей. А что в Германии? Неокс, Ваксей не ссайд. Ваксей все-таки теряет ФК. А Неокс продолжает ФК. Неужели сейчас Германия комбатит? Германия забирает второй свой пик. Делая игру намного захватывающе. Вселяя в зрителей шансы на то, что этот финал будет интересным. Шестой пик. И США берет четвертый ноу-мод. Это техникал карты, на которой в очередной раз штаты катком проехались по немцам. Отдельные похвалы заслуживает Фэнси Лэд. Который закрыл эту карту почти на ФК. И неужели Фанци Лэд? Это точно кто-то нет. Все-таки на последних паттернах он миссит. Седьмой пик. Пик Германии, в котором они берут пятый ноу-мод. С хайби пемстримами. Немцы доминировали до миса Дастиса на линейных джампах. И казалось бы, сейчас США за счет двух ФК выйдет вперед. Но этого никто не ожидал. И остался у нас Неокс и Райсинг. Но Райсинг не имеет полный комбай. Он миссит на левер слайдеры. Господи, коже мой. Так, не слой парт. Ой, как же этот слайдер поднаслал сейчас сборную США Дастис. И еще один есть. Райсинг, Неокс. Сама надежда на Неокса. Неокс против Аксея. Конец карты идет. Преимущество в 200 тысяч за Германию. Господи. Финальные стримы. БТМС сейчас от Камерок сегодня не сайт. А Неокс фкажет эту карту, хотя квадраты. Не, даже квадраты на Укс прошел. Великолепный играл от Неокса. И как же этот слайдер поднасрал сейчас сборной США. И не без удачи забирают немцы в очередной раз свой пик. И счет тем самым 4-3. Пикает США. На восьмой пик США взяли второй фреморт. Где в очередной раз американцы уверенно обыгрывают немцев. И даже великолепная отыгровочка в Хэри от Хэллоу Вальчера не помогла. Преимущество в 400 тысяч за США и они его выигрывают на этой карте. Девятый пик. Германия берет последний третий хардрок. И на этом пике была жаркая борьба. Без лишних слов лучше посмотреть отрывок с карты. Первая часть с ломанами. Райсинг Миссайд Вейддет все-таки не удержал. Аэрию продолжает тащиться в команду. А все-таки Эрию миссает. Аэксей Миссайд. Вот Коблэйз 600 комбо. Коблэйз пока что единственный, кто за США держит комбо. Смарти Коблэйдж продолжает держать. По 500 комбо у Хэллоу Вальчера и Смарти. Коблэйз все-таки Миссайд. И сейчас вся надежда на Смарти Хэллоу Вальчера. Хэллоу Вальчер Миссайд. Смарти пока что единственный, кто остался с комбой. Еще одна стрим-секция. Слайдер стрима. Смарти 600 комбо. Пока что единственный, кто с комбо у нас в США это Эрию 300 комбо. Эрию все-таки не сайт. У нас остался один фейсинг, который с комбой. И остался Смарти, который тащит команду Германии. И все-таки Германия врывается вперед за счет комбо Смарти. И последняя стрима часть. Смарти ломаные стримы. Великолепная игра от Смарти. Десятая карта и пик США. И берут они третий Хидден. Очередная карта в лоу Би Пи Эм. С кучей сложных по флоу стримов. И США на этой карте обыгрывают без шансов Германию. И это матчпойнт для США. Немцам нужно было кровь из носу забирать две карты, чтобы перевести дело в тайбрейкер. На одиннадцатый пик Германия берет третий фримод. А в общем без лишних комментариев смотрите сами. Окинамо Мисайд. Фэнси Мисайд. Он все эти миссы Фэнси гораздо под усомей будет, нежели ничем мисс от Окинама. Умбре Дайси Свойткаль продолжает держать. Вакси и Коблэйс. Остаются у США. Вакси и Коблэйс. Вакси и Коблэйс. Вакси и Коблэйс. 99,7 Макроси, Умбре. Великолепная аккуратность. 99 у Вайтката. Так, еще одна стрим-секция. Веткат, Дасти, Сумбр. Должай надежать, коблэйс. Все-таки не стоит вакси и остается единственный скомбой. Дасси с Умбр продолжает держать преимущество уже. Больше трехсот тысяч. Акинама, Умбра, Миссию. Но остается Дасси с Умбр. Дасси с Умбр тоже Миссию. Это один Вейкер остался. Умбр, Макси. С Ваги с Комбой. Неужели сейчас еще окна? Умбр, Макси. Умбр, Макси. С Ваги Макси остаются. Дасси с Умбр, Миссию. Остался один Вейкер. Преимущество сокращается. Карта заканчивается. Слоу паттерн. Тут уже негде месяц. Ваги на все продолжают держать. Преимущество уже меньше. 50 тысяч, и все-таки карта заканчивается. Мяч 50-60 тысяч. Ууууу. Было близко. И 12-й пик. США берет первый Хидден. И немцы все-таки смогли выиграть и перевести дело в тайбрейкер. Баткат продолжает тащить. Баткат все-таки Миссия, но уже неважно. Он набрал достаточно преимущество. Тут уже помогают Окинамо с Халовачиром, Халовачир Мисси. Окинамо пока что единственное, Халовачиро Мисси все-таки Мисси. Но, к счастью, для Германии нету комбо в штатов. Сейчас я просто закончу карту с минимум миссов. Там Баткат Мисси, Стрим-секцию, Умбр Мисси, Халовачиро-Кинамо, Халовачиро-Мисси. И, хоп, комбо, о, сушай, нету, это, друзья, тайбрейкер. Я согласен. На самом деле я был очень рад. Ну и, друзья, тайбрейкер, для вас я вырезал интересный кусочек, так что наслаждайтесь. Окинамо 300 комбо Райсинг, Окинамо и Райсинг миссую, Тодопа, сейчас единственное, кто остался в комбой. Вот здесь лагерь по 400 комбо. Слаги Миссет, Окинамо 400 комбо. Преимущество в 80 тысяч. Хотя, извините, преимущество в 130 тысяч. Так, ну и заключительные паттерны остались. Вайткат 600 комбо, Вакси 600 комбо. Стрим паттерны. Райсинг 300 комбо. Райсинг не сайт. Вайткат пока 60, кто остался с комбо, но в Канаде сейчас есть Вакси, который точно так же, как и Вайткат фыкаш с этим паттерны. Вакси не сайт, а Вайткат у нас комбой. Неужели сейчас сможет комбать в Германии, но Вайткат у нас 1000 комбой, Вайткат миссия. Да, и вы выиграли это у нас в США в очередной раз. ОВЦ, ну, друзья, действительно был интересный матч, отдадим должное. Ну и вот как-то так закончился гранд-финал. Очередной победой США. В общем, повторюсь, ОВЦ был прикольным и довольно успешным для всего ОСУ комьюнити. На официальной трансляции было около 25 тысяч человек, что определенно рекордные цифры для такого ивента. И на моей трансляции было 1200 зрителей. За это спасибо вам огромное, что смотрели и закрывали глаза на мои ошибки во время комментирования. Опыт у меня не такой большой, поэтому косячу я знатно. Что касаемо будущего. Следующий ОВЦ, возможно, будет уже в лазере и на новом турнирном клиенте. Ибо, как я говорил ранее, нынешний турнирный клиент просто устарел и часто работает неисправно. Но ОВЦ 2021 года составы еще не раз изменятся. Даже сейчас молодые игроки выводят свои страны на новый уровень. Тот же Мрэк, который неплохо отыграл за Австралию. Лайфлайн со своей сборной Индонезии далеко так прошел, даже обыграв Великобританию. Ну и, конечно же, Вайткэт, бустанувший и так неплохой состав Германии. Что касаемо России, я больше чем уверен, что опять будет новый состав. Потому что русских, которые достойны быть в составе, становится больше. И, надеюсь, те личности, которых я знаю, импровнутся и смогут пройти отборы. Не сказать, что этот состав был чем-то плох. Наоборот, стак на этот ОВЦ выглядел более чем достойно. Но все же я думаю, что мы с вами увидим в следующем году обновленную версию этого состава. Будет ли он хуже или лучше, и поменяется там что-либо вообще, нам еще предстоит с вами узнать. В общем, спасибо еще раз огромное, что смотрели меня. И, надеюсь, этот ОВЦ, как и ОВЦ 2019 года, останется в моей и вашей памяти. Точно так же, как Немец и Эмбре. Можете поставить лайк, если вам понравился видос, и подписаться на канал с колокольчиком. Всем всего хорошего и до скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok